Рад снова быть с вами. Тема сегодняшнего выпуска «Америка» мы не забудем. В этой серии мы смотрим на нашу историю и на наследие нашей веры. И какие уроки мы можем извлечь из этого сегодня? К сожалению, патриотизм уже не в почете, и к нему даже относятся с подозрением. Я люблю эту страну и верю, что меня сюда поместил Бог. Да, я знаю, что наша история не идеальна, но Бог и правда благословил нашу страну. Если мы не будем благодарны за то, что Он сделал, то лишимся Его благословений и в будущем. Я думаю, что для нашего будущего очень важно понимать наше прошлое. Возьмите Библию, блокнот, а главное, откройте свое сердце. Мы хотим быть послушными Богу в это время. Именно об этом эта серия. Христианство было неотъемлемой частью этой страны от ее зарождения до этого дня. Это правда, и я не собираюсь отказываться от этого наследия лишь потому, что кому-то оно не нравится. Это неправильно просить народ забыть о своей истории. Это то, кто мы есть. Это было определяющим компонентом нашей страны от самого начала до этого дня. Если его не станет, то лишь потому, что нам с вами не было до этого дела. Поэтому мы придумали эту серию проповедей, но не для того, чтобы просить вас стать слепыми националистами. В первую очередь, это верность Царству Божьему. Потому что свободы, которыми мы наслаждаемся, дал нам Бог, а не правительство. Правительство не приносит людям свободу. Это хорошо видно из истории. Если бы не усилия общественности, то те, у кого власть, забрали бы все ресурсы, выгоды и привилегии только себе. И в истории масса тому примеров. Единственное, что сохранит нам наши свободы, это упование на всемогущего Бога. Нам не нужно правительство, которое указывает нам, как именно нам поклоняться. Где и с кем. Но нам точно нужно правительство, которое руководствуется христианскими принципами. Единственное, что способно сдержать авторитарные и безбожные наклонности человеческого сердца, это крест Иисуса Христа. Если мы уберем крест, и он перестанет влиять на правительство, то я вам гарантирую, что начнет расти авторитарность. Нашу страну сформировали христианские принципы. Я понимаю, что это быстро забывается, но я хочу взять минуту или две и напомнить вам нашу историю. Я сам склонен забывать об этом, поэтому нужно себе напоминать. Некоторые люди и даже наши лидеры говорят, что мы не христианская страна. Чушь. С греческого это означает, что я с этим не согласен. У этого могут быть две причины. Намеренное желание обмануть людей или незнание нашей истории, потому что это неоспоримая часть нашей истории. Первым верховным судью нашей страны был Джон Джей, который сказал, «Если мы хотим сохранить нашу страну, то нам нужно выбирать христиан». Цитируем, «Нашему народу дана возможность выбирать своих правителей. Это наша привилегия и обязанность. И в интересах нашей христианской страны выбирать христиан». Это слова главы Верховного Суда. Джон Квинси Адамс, шестой президент США, был также председателем американского библейского общества. 4 июля 1821 года он сказал, «Величайшим достижением американской революции было то, что она соединила вместе принципы гражданского правления и христианские принципы. Это наша история». Кельвин Куллидж, 30-й президент США, подтвердил это, написав, «Основания нашего правительства и нашего общества настолько сильно опираются на учения Библии, что им не устоять, если вдруг это учение перестанет практиковаться в нашей стране». В 1782 году Конгресс США проголосовал за следующее решение. Конгресс США рекомендует и одобряет использование Библии во всех школах. Кто-то когда-то проголосовал за этих людей. Мы тоже должны быть настолько посвящены своей вере, чтобы найти таких же смелых лидеров. Уильям Холмс МакГаффи, он автор «Хрестоматии МакГаффи». Возможно, вы с ней не знакомы, но она использовалась в наших школах более 120 лет, и были проданы миллионы копий, но ее перестали использовать с 1963 года. Президент Линкольн назвал МакГаффи учителем всей страны. Послушайте слова «МакГаффи». «Христианство» — это религия нашей страны, и из нее мы берем представление о характере Бога, высоко морального правителя Вселенной. На его доктринах основаны институты нашей страны. Ни из одной другой книги, кроме Писания, авторы не черпали так много принципов. Все это наше наследие. Из первых 108 университетов, основанных в Соединенных Штатах Америки, 106 были отчетливо христианскими. Сюда входит и Гарвард, основанный в 1636 году. В первом справочнике университета сказано, что желающие поступить в Гарвард должны знать латынь и греческий, чтобы они могли изучать Священное Писание. Цитата из этого справочника. «Каждого студента следует научить тому, что конечной целью его жизни и обучения является знание Бога и Иисуса Христа для вечной жизни. А следовательно, жизнь Иисуса — это единственное основание для любого рода обучения и образования. Мудрость дает Бог, поэтому пусть каждый в молитве просит эту мудрость у Него. Вы почему-то решили, что тогда было проще быть последователем Христа. Это очень наивное предположение, что люди сто или двести лет назад были по своей сути более благочестивыми, чем мы. Это неправда». Все те цитаты говорят нам лишь о том, что в то время были люди, которые отстаивали христианскую веру, будучи уверенными, что она будет влиять на нашу культуру. Я считаю, что сейчас это наша обязанность. Мы сейчас в самом центре беспорядка, в котором есть медицинский, научный, экономический и правовой компоненты. Проблемы всюду, куда ни глянь. Сейчас мы разделены так, как никогда. Источник этого разделения — не логичный, а демонический. Корни этой проблемы духовные. И посреди всего этого нам с вами нужно вернуть свое наследие. Если коротко, то можно сказать, что мы забыли Бога. Мы были благословлены. У нас был избыток. Мы ездили в отпуск, а наши дети ходили в школу. У нас была система здравоохранения. И правительство думало над тем, как сделать ее еще более доступной. И мы стали относиться к Богу как к предмету роскоши. Он стал личным предпочтением, как система навигации в машине. Или количество каналов на нашем телевизоре. Да, мы не против немного поклониться Богу, если собрание будет в удобное время и в удобном месте, «А если там будет еще что-то для наших детей, то мы, наверное, согласимся пробыть с Богом». Но мы отошли от того, что Бог всемогущий. Или Иисус — это Господь. И в последнее время Бог немного потряс нас, чтобы напомнить, кто здесь главный. Но неправильно будет думать, что мы первое поколение, которое потеряло свой фокус. Это постоянная проблема в Писании. И в истории Церкви тоже. Вы знаете, кто такой Александр Солженицын? Если вы можете произнести его имя правильно, то вы уже слишком умны. Он был русским писателем и диссидентом. Это означает, что он критиковал правительство, но благодаря его трудам, которые стали известны. Причем по всему миру его не смогли уничтожить полностью. Он провел какое-то время в ГУЛАГе. После распада Советского Союза он выступил с речью. Он получил награду Темплтона. Эту награду вручают тем, кто сделал большой вклад в религию как выражение человеческой свободы. В 83-м году Солженицын выступал в Гарварде на вручении премии Темплтона. То, что он сказал, звучит актуально до сих пор. Он сказал, «Полвека назад, когда я был еще ребенком, я слышал, как многие люди объясняли все те беды, которые выпали на долю России так. Люди забыли Бога. Вот почему все это произошло. С тех пор я потратил полвека на изучение истории нашей революции. В процессе я прочел сотни книг, собрал сотни свидетельств и составил уже восемь томов, расчищая развалины, оставшиеся после восстания зла». Но если бы меня сегодня попросили наиболее емко объяснить основную причину безжалостной революции, которая проглотила 60 миллионов жизней, коммунизм привел к гибели 60 миллионов человек, вы только вдумайтесь, 60 миллионов. То я вынужден был бы просто повторить эти слова. Люди забыли Бога. А вот почему все это произошло. Если вы не читали его речь, то я рекомендую вам это сделать. Ее можно найти в интернете. Зачитаю вам еще один абзац. «Наша жизнь — это не гонка за материальным успехом, а стремление к достойному духовному росту. Все наше земное существование — это лишь переходный этап в движении к чему-то более высокому. И мы не должны спотыкаться и падать или бесцельно задерживаться на одной из ступенек. Одни только материальные законы не объясняют нашу жизнь и не дают ей направления. Законы физики и физиологии никогда не откроют неоспоримый факт того, что наш Творец каждый день участвует в жизни каждого из нас, постоянно давая нам энергии для существования. Когда эта энергия покидает нас, мы умираем. А в жизни всей планеты движется Божественный Дух, и нам нужно осознать это в этот темный и жуткий час. Солженицын сказал все четко и ясно, «Мы забыли Бога». Опять же, в этом нет ничего нового. Не стоит думать, что мы. Это первое поколение, которое сошло с верного пути. Это типичное поведение людей. Вот почему Бог все подготовил для этого. Но это не повод, чтобы и дальше быть безалаберными и равнодушными. Если мы не проснемся во время этих потрясений, то начнутся суды пострашнее. Именно поэтому нам нужно бодрствовать. Иисус рассказывал притчу о пшенице и сорняках. Думаю, вы помните эту историю. Человек засеял поле пшеницы, и когда она взошла, выяснилось, что на поле есть и пшеница, и сорняки. Выглядели они очень похоже, но сорняки не давали урожай. И когда ученики остались наедине с Иисусом, то попросили Его объяснить эту притчу. Евангелие от Матфея, 13 глава. Потом Иисус отпустил народ и вошел в дом. Его ученики подошли к Нему и попросили, объясни нам притчу о сорняках поле. И Иисус в ответ сказал, «Сеющий хорошие семена — это сын человеческий. Поле — это мир, а хорошие семена — это дети царства. Сорняки — это дети злого. Враг, посеявший их, — это дьявол. Жатва — это конец мира, а жнецы — это ангелы. Как сорняки вырывают и сжигают в огне, так будет и в конце мира. Сын человеческий пошлет своих ангелов, и они удалят из его царства все, что ведет ко греху и всех делающих зло. Довольно простая и понятная притча о конце времени. Если вы посмотрите на человечество сейчас, то сходство будет довольно сильным. Пшеница и сорняки — благочестивые безбожники. Ангелы способны их различать. Разница между ними одна. Кто-то приносит плод духа, а кто-то нет. Иисус показывает нам, каким будет конец времени. Из этого можно сделать вывод, что разница между божьими людьми и безбожниками будет почти не видна. Это предостережение для нас с вами. Не только о последнем суде, но и о жизни в последнее время. Такая модель присутствует сейчас во многих церквях. Очень маленький акцент на грехе. Если мне что-то приносит радость, это не может быть неправильным. Если что, я могу попросить прощения. Быстрое покаяние стало восприниматься как избавление от последствий. Никакой печали из-за совершенного греха, никакого сокрушения из-за наших упрямых сердец. Просто прости. Мы стали относиться к жертве Христа с такой обыденностью, что это стало меня беспокоить. Да, мы не первое поколение, которое живет так. Но сейчас решается вопрос, что будут говорить об этом поколении и каким будет наше будущее. Кем мы станем? И в этой притче показаны шокирующие вещи. Разница между праведниками и неправедниками почти не видна. Сейчас неважно, какая у тебя религия, как ты хочешь поклоняться, каких моральных принципов ты придерживаешься. Люди говорят, «Все это так сложно». Объявление. Быть благочестивым непросто. Иисус пришел на землю с заданием от Бога. Кто-то из вас считает, что оно было легким? Я так не считаю. Он взял к себе Иакова, Иоанна, Петра и всех остальных и попросил их следовать за ним. Мне не кажется, что это задание было легким. Когда он выбрал для себя Савла Тарсянина, то послал к нему кого-то, кто скажет, каким тяжелым будет его путь. «Да, я произнесу молитву покаяния, но после этого вы должны сделать так, чтобы мне было комфортно. Царь Соломон, один из самых известных царей Израиля, сын Давида». У меня нет времени. Я не могу прочитать вам те местописания. Мог бы, конечно. Вы знаете эту историю. Соломон был царем и сыном царя Давида. Он взошел на престол с благословением Давида. Представьте, что ваш тренер и наставник — это Давида. Правление Соломона было выдающимся. Золото и серебра во время его правления было так много, что к ним относились как к обычным камням. Но Соломон сбился с пути, сошел с курса, и это должно быть предупреждением для нас. История повторяется снова и снова. И каждому поколению нужно делать свой выбор. Я не осуждаю и не говорю, что мы сделали что-то невиданное и небывалое. Я лишь говорю, что Писание посылает нам предупредительные сигналы. Не забудьте. Будьте внимательны. Если вы читаете вместе с нами Библию, то знаете, что сейчас мы читаем книгу Екклесиаста. И во второй главе, 10 стихе, Соломон говорит, «Чего бы ни пожелали глаза мои, я ни в чем им не отказывал, сердцу своему, я не отказывал в удовольствии. Мое сердце радовалось от всего, что я делал. Это и было наградой за весь мой труд. Но когда я посмотрел на все, что сделали мои руки, и на тот труд, что я совершил, я увидел, что все суета, все погоня за ветром, и ни в чем нет пользы под солнцем. Очень похоже на современную историю успеха. Самая известная фраза из книги Екклесиаста «Под солнцем». Чем дальше Соломон отходил от жизненных принципов своего отца, тем больше он думал, что жизнь — это лишь то, что происходит под солнцем. Он перестал смотреть на Бога. Он говорит, что не отказывал себе ни в каком удовольствии, и делал это очень часто. Я получал удовольствие от всего, что я мог создать, построить и достичь, но понял, что все это бессмысленно. Я не смогу забрать это с собой. И это сын великого царя Давида, который унаследовал огромное богатство и власть. Он начал очень хорошо, но постепенно уходил от Бога все дальше и дальше. «И для нас с вами он предостережение, не тратьте жизнь на то, что не принесет удовлетворения». Так говорит Писание. А у Давида был совершенно другой взгляд на жизнь. Посмотрим 83-й Псалом, 11-й стих. Тут сказано «один день во дворах твоих». Лучше тысячи вне его стен. Лучше быть у порога Дома Божьего, чем жить в шатрах у нечестивых. Друзья, мы сбились с курса. Мы, они безбожники и грешники. Соломон тоже утратил свой фокус. Он переключился на жизнь под солнцем. Он думал, что все это принесет ему удовлетворение, мир и радость. Бог создал мир и все, что в нем для нас. Я не против всего этого. Но не следует забывать, что под солнцем у нас есть временное задание, которое заканчивается в вечности, в царстве нашего Бога. Еще несколько мыслей, и я уже закончил. Вам нужно родиться свыше. И это не одно и то же, что присоединится к церкви, к религии или ходить куда-то в воскресенье. Это означает выбрать Иисуса из Назарета в качестве Господа вашей жизни. И чтобы сделать это, вам не нужен проповедник. Все очень просто. «Отец, я грешник, и мне нужен Спаситель. Прости мне мои грехи. Я прощаю всех, кто согрешил против меня. Иисус, будь Господом моей жизни». Люди спрашивают меня, почему вы не делаете призыв к покаянию на каждом собрании? Вы призываете к покаянию каждого человека, с которым встречаетесь? Я за призывы к покаянию, но еще я за то, чтобы каждый последователь Христа умел приводить людей к Господу и делал это. Мы не можем переложить это на еженедельное мероприятие. Это должны делать все. Это должно распространяться как вирус. Такое себе вирусное рождение свыше. Единственное средство от тления в человеческой природе ничто не может остановить или обратить это тление вспять. Вот почему нам нужно родиться свыше. Мы должны стать совершенно новыми существами. А еще мы должны постоянно распинать нашу плотскую природу, потому что она желает неправильных вещей. Даже когда мы рождены свыше, нам приходится разбираться с эгоистичной плотской природой. Вы должны родиться свыше. Это обязательно. А затем служите Господу. Всем сердцем, душой и телом. Стремитесь к этому день за днем. Растите в своем служении Богу. Я хочу служить Господу с большей самоотверженностью, креативностью и энергией, чем год назад. Я не думаю, что знаю его полностью. Какая глупая идея. Во многом я только на начальном уровне. Мне нужна дисциплина святости, служения и даяния. А если вы даете место греху, то знайте, что он вызывает зависимость и прогрессирует. Вы не сможете его сдержать. Если вы осознанно практикуете грех, возможно, вы думаете, это ненадолго. Я дойду до определенного момента и перестану. Нет, это так не работает. Это опасный путь. У нас есть задание. Учить детей любить Бога и любить свою страну. И мы не можем возложить это задание на кого-то другого. Давайте попросим Бога помочь нам в этом. Отец, спасибо за нашу страну, за наше наследие и за Твои благословения. Дай нам мудрость, смелость и мужество, чтобы говорить истину следующим поколениям. Спасибо за это. Во имя Иисуса. Смотрите каждую неделю нашу программу с пастором Алленом Джексоном. А также заходите на наш веб-сайт, где вы можете найти прекрасные ресурсы, которые помогут вам подняться на новый уровень вашей христианской жизни. Мы также просим вас подумать о том, чтобы поддержать нас в распространении этого послания по всему миру. Это будет возможно только с вашей помощью. Поэтому подумайте о том, чтобы стать нашим партнером. Спасибо, что вы с нами и что являетесь частью этого служения. До скорой встречи в нашей программе с пастором Алленом Джексоном. Продолжение следует... С вами пастор Аллен. Мы живем во время бурь. Мы видели ураганы в заливе. Мы оставляли американцев в Афганистане. Видели пожары в Калифорнии. Такое чувство, что куда ни глянь, всюду бушуют бури. Мы подготовили инструменты, которые могут помочь вам в это время. У нас есть книга «Сознательная вера». Это простая книга, которая может стать мощным инструментом в нашей жизни. Если мы не настроимся на результат, то не достигнем его. Большинство из нас рады сбросить пять фунтов, но если мы ничего не будем делать для этого, то не проснемся, завтра худея. Я должен изменить питание и взяться за упражнения. Мы бы хотели больше духовных свобод и стабильности, свободы от тревоги. Но нам нужен путь, чтобы достичь этого. И именно ему и посвящена эта книга. В ней вы найдете 10 простых идей, которые помогут вам установить принципы, которые принесут стабильность и свободу в Господе. Мы пройдем их вместе. Я также подготовил сборник «Сто дней веры». Это стодневный сборник, в котором я присоединюсь к вам. Мы будем проводить время вместе, делая шаги для того, чтобы принять Божие благословения на нашу жизнь. К этому сборнику я добавил дневник, чтобы вы записывали то, что Бог делает в вашей жизни. Мы не можем делать то, что делали всегда, и ожидать лучшего результата. Это безумие, мы все понимаем это. Мы не можем просто желать, чтобы зло ушло. Я говорил со многими людьми, и все говорят мне одно и то же, что я могу сделать в это безумное время с ковидом и множеством манипуляций. Мы можем принять решение сознательно искать Бога, как никогда ранее. Закажите экземпляр сознательной веры и пройдите путь «Сто дней веры со мной». Ведите дневник того, что делает Бог, и вы окажетесь в новом месте. Откройте новый уровень надежды и свободы с новой книгой пастора Алана Джексона «Сознательная вера». Она покажет вам 10 способов обретения цели и водительства в вере, отношениях и жизни. Жертвуйте 20 долларов и заказывайте книгу сегодня. За пожертвования в 40 долларов и больше вы также получите дневник, который поможет вам запомнить ключевые моменты книги и применить их на практике. Кроме того, у нас есть бесплатный ресурс. Наша рассылка «Сто дней веры», на которую вы можете подписаться также на нашем сайте. Мы рады, что можем предложить вам эти ресурсы. Они изменили жизни других и помогут вам укрепиться в вере. Заказывайте книгу и дневник на нашем сайте или по номеру, который видите на экране. Спасибо, что поддерживаете наше служение. Вместе мы меняем мир. Многие из вас лично посетили служение пастора Аллена Джексона и церкви World Outreach в Миддл-Теннесси. Мы вдохновлены тем, что вы приезжаете к нам и свидетельствуете, и тем, что мы можем вместе поклоняться Господу. Если вы планируете к нам приехать, мы поможем вам спланировать вашу поездку. Зайдите в раздел «Визит» на нашем сайте, и вы найдете там информацию о гостиницах, времени проведения служений и о том, как к нам легче добраться. Сообщите, когда вы планируете приехать. Мы хотим вручить вам подарок от пастора Аллена и сообщить, будет ли он проповедовать в день вашего приезда. До или после служения вы можете погулять по территории церкви, посетить нашу книжную лавку, попить кофе или отдохнуть. Зайдите на сайт и сообщите нам о вашем визите.